отвечают за нашу материю, так называемые «тёмные братья», они могут использовать чёрную магию. Но при этом, поскольку они контролируют материю, они могут использовать средства материальные для того, чтобы их склестить, то есть электронику и магические методы совместить. Для людей, далёких от эзотерики, кажется просто, что они взяли какой-то гаджет и разработали электронные методы, и этими электронными методами читают наши мысли. Но это всё вторично. Первично, конечно, магия. Магия — это, если мы не будем её делить на чёрную и белую, а просто так, магия. Магия — это умение использовать силы. Умение контролировать силы материальные. Умение контролировать те силы, которые вторичны. Господь их создал. То есть созданный мир материальный, он живёт по своим законам. Им можно управлять. Любое управление этим миром есть магия. Всё зависит от мотива. Если светлой, святой молитвой, вот Фаврония, она молитвой излечила от проказа своего мужа будущего, это светлая магия, белая магия. Молитва использовала Божью энергию для того, чтобы воздействовать на физическое тело человека. Это белая магия. А вот то, о чём мы сейчас говорим, про эти гаджеты, в которые, может быть, встроены какие-то элементы, аппаратуры, тут используется чёрная магия. То есть мотив другой. Они хотят знать, например, наши мысли. Что мы можем сделать в этом случае? Мысли. Надо взять под наблюдение собственные мысли. О чём мы думаем? Это очень просто. Проведите такой эксперимент. Возьмите бумагу, ручку и часы. И в течение 10 минут записывайте любые мысли, которые появляются у вас в голове. У вас появится длинный список. Там может быть всё, что угодно. Чаще всего это беспокойство о близких, о любимых, беспокойство о себе, о своём будущем, о завтрашнем дне. Точно так же там могут быть обрывки мыслей, обрывки мыслеобразов из телевидения, СМИ, от того, что сказала соседка, того, о чём беспокоятся родители, дети и так далее. И там же могут вдруг ни с того ни с сего появляться какие-то вообще непонятные обрывки мыслей, как бы не ваши. И вот весь этот списочек у вас, когда будет в руках, вы возьмёте этот списочек, и вы его проанализируете. И вы просто задаете себе вопрос, а нужно, чтобы вот это всё я в себе носил, как в кувшине? Вы можете взять анализ и сказать, вот про это мне можно думать. Например, мне сегодня нужно посчитать деньги, с которыми я пойду в магазин. Это мысль, которая обслуживает жизнь. Тут нормально, чего с ней бороться. Потом вы берёте второй момент, а там написано, вот я думаю, беспокоюсь про своего ребёнка. А вдруг с ним случится? Идёт из школы, а вдруг на него нападут? Вот эта мысль, она вам нужна. Если вы так думаете, эта мысль вообще уже материальна, она уже полетела к ребёнку и может притянуть эти неприятные истории. Поэтому лучше, конечно, от неё отказаться. А дальше в этом списке обнаружатся совершенно непонятные чужие вещи. Чего они прилезли-то в голову? Вдруг ни с того, ни с сего то, сего я вспомнил? Таким образом, мы сейчас находимся в ситуации, когда мы должны взять под контроль свои эмоции и свои мысли. Просто так взять их, вот так вот и сжать — это невозможно. Мысли, мы не можем их уничтожить, потому что мысли вообще существуют сами по себе, в своём ментальном плане. Они летают мимо нас, и если они по вибрациям совпадают с нами, они к нам прилипают. Поэтому убить их невозможно. Существует только один единственный способ, который я знаю. Может быть, есть другие, но я с вами делюсь, что я знаю. Это такой способ. Способ замещения. Нам нужно взять свои мысли, как мы уже за 10 минут их обнаружили, и сказать самому себе, а я эти 10 минут теперь буду думать только то, что я хочу. моё решение. И я буду думать или то, что мне нужно сейчас конкретно, например, посчитать деньги, с которыми я пойду в магазин, или написать письмо кому-нибудь. То есть это конкретное действие. Тогда мои мысли будут это обслуживать. А все остальные 10 минут, сколько там остаётся? 9 минут с половиной. Я буду думать нечто такое, которое не будет пускать посторонние мысли ко мне. В том числе и мысли из гаджетов, мысли ловцов наших мыслей из гаджетов, потому что они ловят наши мысли-образы. Я знаю только один способ. Это некая молитва. Молитва может быть любой религии. Например, в исламе — это одна молитва, в иудаизме, как правильно мне Екатерина сказала. Другая молитва — в славянских традициях древних, языческих или как мы их называем, древоязыческих. Другие молитвы. На Востоке — это третьи молитвы или мантры. Другими словами, вы берёте близкую вам мысль и мысли-образ, близкий вам, и постоянно его говорите в течение этих десяти минут, пока мы говорим про эти десять минут. Я православная христианка, хотя я уважаю все религии, потому что за всеми религии стоит наш единый источник. Я его очень люблю. Я православная христианка, и я понимаю, как эзотерик, что Христос, которого мы называем Христос по-гречески, — это Любовь, это аспект Бога, Любовь. И этот аспект Бога есть в любой религии. Он ещё и там называется разными именами. Например, на Востоке, вот в индуизме, это Вишну. Вишну — это аспект Любви. В других религиях он тоже есть. В некоторых религиях его просто называют Божья Любовь. Но я хочу сказать, что люди, даже атеисты, которые в Бога не верят, и не знают Бога, и не хотят Его искать, они всё равно каждый день Любви молятся. в момент, когда мы думаем про наших любимых детей, про мужа, в момент, когда мы целуем другого человека, обнимаем нашего друга на улице, подругу, которого встретили, в момент, когда мы желаем добра, мы в этот момент призываем автоматически энергию Любви или энергию Бога, или второй луч Любви, или Христа, потому что слово «Христос» тоже может переводиться как «Христос» — это «Готовый открыться Любви». Я для себя давно уже открыла Иисусову молитву, но есть ещё Господня молитва. Ну, например, Господня молитва — это «Господи помилуй». Вы в этот момент представляете себе Бога, как вы Его представляете. В вашей картине мира Бог должен присутствовать. Без этого человек сейчас жить не может, хоть как-то. Например, вы Его представляете как Свет или представляете как Отца Небесного всё равно. И вы понимаете, что это источник, который дал вам жизнь. И вы к нему обращаетесь. «Господи помилуй». Слово «помилуй» обозначает «дай милость» или «дай энергию любви и жизни». «Дай энергию жизни». «Помилуй» — это «дай милость», «дай милость». Это правильное понимание этого слова. В русском переводе часто вы можете услышать, что «помилуй» обозначает «прости мои грехи». Но многие священники говорят, что это неправильное понимание, неправда. «Правильно, Господи помилуй», это значит «дай мне энергию жизни и любви». Итак, 10 минут вы говорите мысленно про себя. «Господи помилуй», «Господи помилуй», «Господи помилуй», «Господи помилуй». Мысленно. И что бы вы ни делали, чистите картошку или разговариваете с кем-то по телефону, или что-то, может быть, даже пишете, у вас мысленно идёт «Господи помилуй», «Господи помилуй». Что это даёт? Это даёт полную, абсолютную защиту от любых гаджетов. Вы в этот момент не имеете мысли, и у вас читать нечего. Вместо этого у вас свет. Этот свет никакой гаджет и никакие тёмные силы прочесть не могут. Я ещё люблю Иисусова молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Её тоже можно читать так же. Но тут есть особенности. Это очень сильная молитва. Вообще к этим молитвам нельзя относиться просто так, говорить мысленно, «Господи, это всё-таки вы должны представлять, что это». Поэтому советуют при постоянной Иисусовой молитве фокусироваться на сердце. В это время вокруг вас образуется светлое облако, для гаджетов вы недоступны, а внутри через некоторое время начинает формироваться самодвижная молитва. Это значит, что вам уже можно не использовать чётки, например, не использовать волевое усилие, а просто она будет сама по себе внутри головы говориться. Я вам могу сказать по своему опыту, что у меня ночью бывает, включается. Ночью, например, какой-то очень необычный сон, который я не могу понять. И когда я внутри сама себя спрашиваю сновидение, что это может означать, иногда у меня включается самодвижная Иисусова молитва. И она держится двое-трое суток. Я думаю, что в это время происходит какая-то дополнительная защита. С одной стороны, и с другой стороны дополнительная информация в это время идёт. Если вы не христиане, которые меня слушаете, если у вас сердце ближе к восточным, к восточным религиям, к восточным философиям, то есть мантра «Ом» или «Аум», которая представляет собой первый звук нашего Творца, когда он создавал материю. Прекрасная вещь. Тоже с ней надо быть поосторожнее. Вы можете, когда у вас какие-то тревожные мысли или когда вы подозреваете, что вас подслушивают, вы тоже вместо своих собственных мыслей, которые у вас по списку, вы можете думать о «Ом». но тоже не говорить, а думать. Тоже надо быть аккуратными, потому что всё это святые энергии. Ещё могу сказать, что в исламе и в иудаизме есть свои собственные такие же молитвы, универсальные, которые вы можете творить и этим закрывать свои собственные ментальные выглебные ямы. потому что то, что мы думаем, это, конечно, это находка для шпиона, как говорили раньше. Поэтому мысли надо брать под контроль. Итак,